итак всем привет с вами 2g продолжаем играть за советский совет ворта blaze в прошлой серии мы смогли остановить фронт наконец-таки слава богу я тут немножко уже с военными заводами поменял тут некоторые вещи у нас их количество уменьшилось примерно 70 но мы начинаем уже строить новые как бы зима наступила фронт остановился можно заняться и будущем так сказать текущий день мы в принципе по крайней мере оставили себе у нас есть некоторые здесь вот участки фронта где у нас не хватает дивизии честно говоря как бы вот здесь возможно я тоже хотел сделать вот так потому что здесь и речка и форт но в принципе пока к держится тут пускай держится так что где-то мы возможно даже могли бы попробовать контратаковать но пока у нас не пополнится запасы все я этого делать не буду запасы на целом уже пошли в плюс ждем мы кучу линд-лиза от китая ждем огромный линд-лиз 60 тысяч винтовок просто ну китайцы наверное день и ночь трудились только чтобы мне винтовки эти давайте не знаю плюс еще шикарно немцы пробились сюда но я подозреваю что мы сможем их окружить здесь целом куча равнин и шанс у нас есть другой вопрос что наши танки здесь не сильно то с танками реально ну посмотрим как получится собственно говоря все танки у нас здесь сейчас находится 6 даже правильно понимаю что все вот да все правильно так что будем сейчас как-то пытаться окружать ликвидировать и потом возвращаться вот к этим позициям потому что ну их удерживать было бы хорошо прекрасно было бы еще здесь вот вот это все выбить в целом у нас здесь есть шанс и здесь по одной дивизии много где но я таки ждем ждем пока все восполнится и тела у нас налаживаются нам скоро еще сша там еще какую-то следующую кнопку на гражданскую уже нажала скоро нажмет там военные заводы кнопку закинет на 30 военных заводов тоже пригодятся они нам и мы начнем восстанавливать нашу танковую армию ну и в принципе наверное делать новые танки тоже так что ждем этого момента там линд лиза мы перешли в стадию войны когда нам в принципе уже не нужно именно держаться из всех сил а можно начать думать про будущее и политки нам на самом деле хотелось бы еще побольше иметь единственное вот что мне не нравится и я бы хотел поднять поддержку войны потому что это дает защиту и атаку на наших территориях весна в это в политку вложить я думаю не стыдно давайте пропаганду поэтому нажмем сразу и потерянным 6 отлично продолжается наше невероятное противостояние поехали итак ситуация чуть усложнялась на юге пришлось мне все-таки знать краснодар успел я вывезти оттуда войска вот так вот по берегу еще кое-как сейчас будем из новороссийской эвакуировать их вот сюда в батуми здесь вот армия здесь находилась переехала сюда эту армию мы пригнали аж из самой москвы и еще укрепили здесь тяжелым танком и за здесь я вижу не очень хватает снабжения к сожалению не дотягивает она просто до этих дивизии что мне не нравится здесь очень сложно будет сейчас территории защищать подорвал я в краснодаре нефть но по-моему она не успела подрываться мне остался один день и краснодар взяли видимо не успела и сейчас будем наши все эти дивизии переводить сюда не нужно быть какие-то линии обороны устраивать что на самом деле будет достаточно сложно сделать и здесь равнины здесь да мы сможем сделать главное побыстрее занять но потом сложно единственно что меня спасает здесь есть порты и как бы в теории мы можем спокойно сюда снабжение закидывать вот через этой территории а здесь это эти вот сюда в принципе этот ну возможно кроме того вы можете заметить мы тут сделали большое окружение они вот сюда прошли помните меня здесь было свободно территория не болтам дивизии вот мы собственно говоря достигли успеха и сейчас мне потянку то будут сгорать плюс моя политика бомбардировки это служение я думаю все таки немножко но дает импакта надеюсь на это по крайней мере и здесь смотрите-ка тоже мы смогли пройти вернуть две провинции здесь две провинции под батареи это очень важно если мы отобьем весь стоит это просто будет шикарно мы думаю потом после зимы сможем его давать и в нару них не было гарнизона логично потому что они во первых все отвели на юг там и вот сюда тоже и у них прям очень много танков прям безумно много и плюс ну и шка редко дефит такие вот территории потому что она не дает им особого значения а мы сейчас заберем ее эту территорию и снова сможем наш вот выдвинуть если в целом нам это не сильно интересно но все равно за эти подвозки начнут снова работать хорошо и как вы можете видеть я вот сюда начал корабли спавнить почему объясню периодически у нас здесь какие-то подлодки действуют и соответственно нам ленд-лиз от британии и сша идет именно через эти территории надо бы его защищать возможно сша и здесь но я точно здесь видел мои конвои были рейдинг там было 50 конвоев я думаю 50 конвоев это точно не хита торговые это явно было как раз таки пачка ленд-лиза витали можно сказать говоря обновить но да мы получили уже очень много от них и от китая скоро должны будем получить я считаю сколько там четыре дня до и мы в принципе видите минус наш покроем останется только станками как-то подразобраться но сейчас будем выводить их вот отсюда и здесь делать какую-то оборону танки у нас все нужны вот здесь обязательно и более того мы сейчас выйдем в плюсы и можно будет начать обучение дивизии потому что но у нас фронт конечно стоит но очень много где есть пустые места и очень много где вообще никаких резервов принципе я бы сказал нас все линии кроме москвы наверное без резервов это очень опасно здесь мы сейчас ликвидируем сделаем чуть поуже сможем чуть уплотнить линии фронта нам если подходит когда даже плотная так что примерно пока такие планы здесь мы сделали себе уже артизанские отряды сейчас делаем разбороспуск кавалерийской крики станет тоже чуть посвободнее дышать и потом возьмемся глубокую битву кто не помнит это прекрасный баф вот этот вот опять арги и 10 раз туда припасов тоже очень шикарный на мой взгляд но пока что отводим войска и готовимся новой патит защищать поехали а вот и военные заводы от американцев приехали тридцатку не нам должны были накинуть видимо так и накинули мы здесь часть еще потеряли ну так бывает но мы начали производство снова средних танков 25 заводов и начинаем тяжелые производить уже здесь тоже чуть-чуть еще поредактировал но вроде как уже все нормально и можно наверное допку немножко немножко совсем немножко скинуть хотя можно было бы еще пятерку но пока что аккуратно с этим всем таки эффективно заново мы так просто не восстановим ой тут немцы немножко по снабжению грустят все таки я все жду когда они начнут вот здесь пускать какие-то корабли все очень-очень жду чтобы их перехватывать скорее все там когда-то конвои все-таки начнут пускаться и вот мы взяли на ру отлично можно наверное такой приказом сделать как они отобьют эти провинции из конечно хреново то что этот бонус на 10 защиты он применяется просто нам весь стоит а именно защиты они на нац территориях это очень большая разница так бы только я имел так имеет и германия на самом деле достаточно странно что и германия имеет если предположить что ну эти орудия скорее всего где-то вот здесь находится даже как и здесь они находятся здесь типа ну и под ленинградом тоже где-то здесь типа не должны не иметь на немецких территориях пафе но ладно уже как получилось хотя бы у них атаки нет нифига из-за снега и это приятно конечно теории могли бы здесь еще что-то подбивать но я не вижу там большого смысла пускай немцам оккупации занимаются тратить на это тоже свои ресурсы мы поймали поймали данные разведывательные из германии 100 дней осталось скоро мы дешифруем германию полностью даст нам это небольшие преимущества не слишком честно говоря большие так приятные здесь я качаю еще пластид чтобы усилять сопротивление и диверсии делать потому что вот видите усилим сопротивление и как раз таки сейчас накопим еще и думаю шпионки и будем тоже чеки здесь сделать да вот на нас нас выпустили и мы начинаем собственно говоря конвои дышать ура и китайские пушки прибыли товарищи мы сможем победить давайте запускаем производство но не знаю парочки армии элитной пехоты пожалуй думаю пойдет пускай заполняются и плюс опять-таки у британии надо снова будет просить ресурсы а для этого нам бы стать очень нуждающимся поэтому давайте как-нибудь вот так и еще сверху мы не можем тогда больше а до средних у нас строку есть давайте тогда вот так и просим у нас тут есть еще миссии удержать севастополь мы скоро его удержим москву ленинград и сталинград я полагаю тоже у нас несколько месяцев еще надо это сделать но пока я не вижу где бы здесь немцы могли пробиться возможно здесь потом они ну вот здесь очевидно куча танков сейчас нам нужно немножко переделывать оборону ты меня очень раздражает к сожалению возможно мне стоит этот танк передвинуть куда-нибудь в другую провинцию и станет получше но посмотрим так только давайте не по немецким территориям но и нас начнут атаковать но удачи вам пробиться в горы ребята тут как бы но реально соболезную тут уже вы не пробьете здесь какой путь он гениальный упор они пошли вот так чтобы пойти вот здесь потому что здесь дистанция меньше из-за железа дорог невероятно итак припас обновились можно попросить снова и ходки у него у британцев нету и это и тоже нету пехотки господи а что у вас вообще есть может хотя бы какие-нибудь самолеты нам вы сможете дать нет слушайте британцев есть только машины а топку мы даже не можем попросить потому что у нас и самих она есть полтора тысяч машин ладно когда эти нам доставить через десять дней через 10 дней можно будет еще раз обновить линд лист у них тоже и можно снова попросить у китайца сколько вы еще сделали еще 5000 лучше 5000 это опять-таки это нормально как у нас выглядит средне танковая дивизия давайте посмотрим что у нас здесь шелопова только наша но мы производим его много винтовок просто откуда только нету допки уже много по порту миллион танки немецкие немецкие французские танки американские подозревают а захваченные французские танки которые мы свою очередь тоже захватили ну да я ожидал на самом деле более интересную картину увидеть но пока что так нормально и видите да британских американских единиц у нас реально здесь хватает им за это можно сказать спасибо а мы пытаемся пробиться еще дальше я думаю тут просто форт второго левела почему вы собственно говоря и не попробовать его взять здесь форта уже нету здесь потом нормально будет и давить у нас уже здесь дивизии станции слишком много для одной провинции здесь было атаковать хреновая идея но можно было бы по крайней мере вот так сделать чуть-чуть рассредоточиться а вот наши новые дивизии которые я поднял по решению нквдшные они имеют ну такие нормальные стата в принципе типа на чисто защиту пойдет гарнизоны такие ширина фронта них очень низкая так что их можно пихать очень много у них просто инженеры арта и комиссар комиссар дают до паргу то есть они держатся прям очень хорошо можно их тоже кому-нибудь пожалуй дать хотя я прям супер нехватка генералов и по моему тут парень нам это да смотрите-ка это короче от протестов там дали генералов и вообще я в принципе то не против только их капать очень маленькое сожалению и кавалерийская клика говорит прощай смотрите-ка технологии техники плюс 10 и самое главное тяжелая пехотная плюс пятнадцать посмотрим сколько у нас сейчас при делается почти 4 и 230 тяжки 275 и 04 т-34 я считаю это очень солидно глубокую битву вопрос меня генералы да они прям удаляются полностью черт этот парень был еще даже чем-то полезен потому что он нам хотя бы лимит заполнял сейчас придется брать два таких парня шестерок шестерки у них навык не больше двух поэтому надо будет делать вот так сожалению ну да а вот этих можно наверное тогда вот этому отдать ну примерно и выждали мы достаточно вот здесь вот будем сейчас добивать вот этих парней этим я тоже невероятно доволен неплохое количество вражеской дивизии окружено здесь не получится здесь нас до хрен пробит в горах хотя вот здесь вот уже могут здесь есть танки и здесь я некоторую поддержку танков оставил вот это только мне очень не нравится но типа реально ну ничего с этим не поделаешь здесь уже строите здесь очевидно ничего не буду нового и мы смогли здесь вот отбить провинцию дополнительно все таки меняем немножко наш этот приказ дальше наверное уже не стоит здесь во первых нет фартов которых можно потом дефать да было бы а во вторых но там уже танки появились блин и механизированные войска там нереально будет пробиться смотрим так здесь если есть что-то целом как будто нету яйца можно здесь приказ тоже такой сделать полу раньше один генерал теперь два поэтому надо обновлять вот так и здесь тоже все тихо вот здесь можно было бы чуть-чуть вот сюда до пробиться казалось бы и в целом можно было бы попробовать вот это кстати говоря неправильный приказы стоит можно попробовать здесь да здесь мы сейчас добьем не знаю липецк бы взять обратно тоже было бы хорошо это город через речку посмотрим если сможем это все отбить за еще месяц-два было бы наверно неплохо но и здесь тоже надо позиции держать вот эти сейчас сюда придут нужно еще немножко укрепить вокруг о бразильцы смотрите-ка справляем блин ну конечно такая пыль но даже это пыль я думаю нам пригодится да это пыль но кто-то мог ее вообще не отправлять а здесь вот вообще не пыль 7400 тяжей вообще солидно если кто-то еще там такой прям независимый который мог бы нам что-то отправить я полагаю что и хотите вот эти вот страны типа бельгии и нидерландов типа независимы да они ничего не производят так что у них нету припасов ну и попробуем под москву что-то отбить хотя здесь конечно ситуация выглядит посложнее почему я хочу это отбить потому что здесь есть крепы пятого левола блин как и вот этих провинциях хотите слушать здесь уже не успели вот если это вот объем было бы неплохо я думаю на фоне этого можно сделать вот так пожалуй и пол крепом подолбить чтобы их отбить а потом отремонтировать невероятная логика ну да по-другому мы их ну вряд ли как-то от объем вообще очень ближайшее время так крым остается за нами ура товарища и вот мы тоже сейчас ликвидируем всю эту группировку и они все вернутся на свои позиции предыдущие отлично нас начинает пробивать здесь вот и хотя пока что все хреново для них шансы у них очень реальная давайте пока что сделаем вот так пожалуй господина из путь и нужно бы это давайте даже вот так пожалуй и смещаем всех над деталл надо защитить там территории а у нас готов новый к в к в один из класс так называемый и что же давайте давайте его тоже поставим вот так и я все жду пока от американцев так это что мясо начала бомбить по нашему флоту это здесь неприятно остальном плевать посмотрим когда британцы точнее американцы нам дадут лидрис уже дали ведь они тут начали мало присылать поэтому надо обновлять пожалуй типа вот тогда сделать и сейчас с обновим с большими блин очень дорого брать эту провинцию поэтому наверное не будем все таки все таки давайте возвращайтесь вот эти вот цели вот так вот только ночью я еще у нас же дебаф спали я еще до перина подкачал ночной бомбардировки и странную бомбардировку вот так то ну и другое ничего делаем еще взял вот это вот на авиастрому атаку тактикала потому что у нас они были остальное думаю мы уже бы вкачивать истребители когда они у нас появятся американцы готовы нам вот так путать в принципе не против один раз немножко даже смотрите к 8 тактичка этих стратегов 5 танков и потом продолжится то вот все отправлять ну и имеет все устроит ну еще одна цель блин 218 так долго для того чтобы инфраструктуру здесь по заболеть что я не знаю через год мы уже может и вернем ну честно говоря вряд ли но тем не менее и давайте проведение поближе здесь идем в кинься точки вот здесь вот я вижу да допустим смоленск поехали начать готовности sky делают что-то вот если вот это вот это работает прямо на всю германия не только на этот стоит на четыре месяца при здесь сопротивление выглядит нормально если это за столько только в одном статье близи сопротивление то это пыль вот начали нас здесь пытаться пробивать но удачи им как говорится тут еще и с морем и бомбардировки делаем тут вряд ли нам что-то грозит скорее ну скорее всего но в реальности да здесь они просто очень много припаса будут тратить то чтобы с территории пытаться вообще выбить более того не такую за танками господи ребята но это прекрасно очень что меня рода здесь эти челы они были истощенными жесть поэтому они они не обстреляны все а вот они и качаются прекрасные новости для этих ребят а вот здесь не прекрасно но вот здесь нас все-таки выбивают но это было ожидаемо потому что там на снабжение не было другое просто что теперь но нас спушить здесь могут когда захотят вообще а еще потому что вот эти войска которые садят за в резервах можно было бы потренировать по что они были не обстреляны и это прям жутко дебафа этих битвах надо бы это брать и мы качнули все гранд стрелков они должны стать чуть поприятнее хотя шаблон них все еще не сильно улучшен и я немножко вот сюда добавил механ и пожалуй надо бы сюда добавить механ просто я не хотел потому что ну объективно говоря у меня только одна танковая дивизия тяжелая не то чтобы есть сильно нужно было шаблон менять опускай плюс я бы еще и обучил потому что но у нее слишком большие дебафы танчики то хорошие сейчас будут начинать идти все-таки ну надо как-то соответствовать статусу москва держится воск останется за нами поддержка войны растет ну нормально идем вот у нас есть уроки российского опыта опять таки да на 14 дней время подготовки чтобы они побольше успели накачаться нормально уже не так скоро точнее не так далеко вот эти парни их уже можно деплоить вроде как если правильно понимаю да ну конечно же их до обучил хотя бы ну до среднего уровня и у нас есть глубокая битва ура товарищи мы все накачивание накачивание становимся сказать становимся гигачатом наград можно было бы взять делать мне еще на самом деле вот эти штуки взять тот как рада просто потому что ну редактрины этот редактрины а мы возьмемся две-три артиллерийские то есть мы вкачаем сразу две каких-то но одну здесь и две каких-то здесь и потом возьмем еще танковые тоже можем вкачать три танковые потом то даст нам на неплохие бафы для армии что хотелось бы пехотные вкачать то что пехот у нас ну намного больше очевидно чем танков ну тут как получится уже я думаю уже можно потратить 20 опыта на смело так чтобы плюс один к таки был на лапах все-таки у меня челы какие-то уже лаву уже лава лапались и какие-то будут еще лава лапаться что пускай ну и не забываем просматривать и кого можно быть на эксперты пехоты ну конечно же мы а по им обязательно вообще эксперт артиллерии в теории тоже можно брать потому что эти дивизии на сколько процентов хорошо не написано но какой-то процент артиллерии здесь тоже есть и он будет тоже бафаться и это тоже надо типа понимать и учитывать вот этим обычно можно просто сборщика качать чтобы они фармили нам доп снаряжение а чем же снова нажать нормирование поэтому давайте на месяц 4 тнп ну можно и нажимать и слушайте можем еще подстроить доп заводики скоро у нас это список кончится заказываем еще тут к сожалению с ракетки даже уже заканчиваются ну да остались только тридцатки по процентам здесь слишком близко к фронту стремно строить честно говоря вот крыму допустим да мы вряд ли потеряем крым мы его держим типа но уверенно и ну где-нибудь пошел и вот здесь тоже еще давайте на тридцатках построим и ленинград тоже держится и винтик плюс варсаппорт должен был быть эти все прекрасные вещи но как будто должен был быть и отлично можно поддерживать партизан так как что-то минск жалко здесь не показывается я понимаю где минск я не понимаю где мозырь честно говоря где ворошиловград прошел обраток стигра где-то здесь видел да это ничего не стоит кроме снаряжения да да давайте то чем бы нет мозыр я не уверен наверное нам вообще любом этим а ну нам не скажут да мозыр русском тоже не скажет давайте да чё нет то не в принципе устраивает все это сопротивление поднимется до 10 сопротивления прям солидно душит потихоньку все сильнее сильнее а планируют пастолетом топлива а честно говоря мне не нужно ну допустим и помню что они нам синтетические заводы а слушать это не есть да 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 они нам синтетические заводы построили давайте проверим ну вот в москве да допустим уже точно нет на то ли в москве до синтетический вот заводики построили так что нормально я в принципе знал что они водильными построят поэтому уже готовил себе до фокусы если нефть это ну нам не сильно полезно объективно говоря да как бы у нас нет такого потребления реального то вот резина да полезно мы какие-то фабрики будем экономить но и топлива опять таки прям не то чтобы сильно эффективно но допустим почему бы нет пластер из-за этого угли в минус ушел и мы сейчас что-то недопроизводим хитро америка за ну ладно уголь хотя бы по болин нет так вот не нормально не надо от этого китая будем покупать это уже выглядит нормальный и резина тоже скану их переводить потому что немцы душат всю торговлю морскую и пара арту качать у нас смотрите-ка есть выбора минус 20 защиты и воздушные атаки ну да примерно так но плюс 100 противопехотные протянки кстати говоря а габариты минус 1 еще дает кстати говоря нам это наверное вдвойне нужно поэтому на эту дает просто плюс 10 противовоздушной атаки я думаю ты того не стоит потому что но согласитесь то противопехотный противотанковый а там противотанковый типа 11 на тяжелой пво как бы ну очевидно стоит почему 25 противовоздушный и я вот не интересно это типа считается два раза вот так вот да то есть у нас там словно говоря и то и тот это это а вот этим у типа цену два раза больше да ну по ощущениям да давайте посчитаем сколько сейчас там статов надо хотеть еще считать все равно я беру правую и все равно я беру здесь вот эту обязательными нет выбора и здесь смотрите-ка передвижная артиллерия либо стационарная батарея тут выбор если у нас вот эти штуки либо у нас вот эти надо подумать потому что в будущем у нас появится возможны вот эти в россии нет во первых наверное мы прям даже если появится вот эти творите будем их много делать а вот это у нас буквально в каждой ну и хоть и стоит так что берем идем сюда и дальше он здесь противопехотка будет еще качаться тоже солидно ну короче наши дивизии сейчас должны неплохо так апгрейд с этой да и мы даже можем так сделать еще господи как же это прекрасно сейчас будет выглядеть данного немножко не хватает но это умеренная цена поехали вот так сделаем и наверное здесь тоже тяжелую именно пехоту чтобы она была посильнее наша армия становится все мощнее и мощнее они почувствовали что раз нас не полная боеспособность тому и типа похуй себя чувствуем но это фейк информация немцы как думаю следующем фокусе дорога жизни все говоря выглядит вообще неплохим но где матча закончится поэтому я наверное перед следующей его постараюсь взять а мы идем все-таки вот в доктрину ну что ну от трех доктрин я возьму все-таки левую тут неплохие бафы от трех доктрин я думаю наши банки станут прям очень хорошими чем мы солидно вы бомбливаем им здесь же ты опять-таки надеюсь они идут самые низ списка и узнать ремонтируются и мы смогли дошифровать германию ура товарищи мы прям солидно теперь видим у них топлива господи много жесть обрекаешь на тоже безумно много мы потихоньку начинаем догонять им по военным но конечно господи очень 40 эти говоря по сломанных и это нормально это нормально мне конечно авиации дофига у них то всего больше может у них просто почти два раза больше и да тут конечно ситуация сложная но вот это вот даст нам бонус в воздушных боях когда мы начнем наконец-таки сражаться в воздухе от не скоро сначала мы должны нормальную танковую армию сделать а потом уже займемся авиационной и сталинград остается на нами ура скоро уже у нас здесь резервы до обучаются и мы сможем закрыть зитры на фронте и ну после этого мы уже будем иметь более-менее стабильную линию которую можно будет просто защищать и когда получим какое-то преимущество либо источниться достаточно противника сможем уже контратаковать я думаю мы даже построим первого левела фортификации вот на такой линии это все займет по сколько тут по две недели по три с половиной на каждую провинцию то есть типа за месяц мы в общем-то почти все его заведем чтобы нам потом было чуть проще обороняться вот как я и говорил эти ребят почти готовы а вот мы усилим сопротивление посмотрим сейчас смотрите ка мы делали это в киеве что он самый большой по промышленности цель сопротивления 17 здесь давайте где-нибудь здесь посмотрим нейтральном территории 13 там сейчас увидим закона готова в киеве плюс 20 и все так прямо здесь это ничего не делаю да блин но это прям такое себе типа совсем так себе я бы сказал друзья же правильно они это сил сопротивления господин они то смотрел но там написала в киеве 20 ты сопротивление 15 там ага все все 36 здесь стало ладно ну нормально нормально ладно это лучше чем опять-таки ничего нужно здесь тратится только пехотка на моё дают нормально поэтому давайте теперь еще один большой город минск поехали теперь туда еще нет то единство что мне не нравится что к водой провинции можно одновременно делать это идет четыре месяца достаточно долго а вот и пропадают уже зимние дебафы и нас начинают очень солидно здесь вот пушить надо наверное перебросить туда вот эту армию пожалуй уже вы пойдет вот так вот резервом здесь нас тоже потихоньку начали пробивать здесь восьмые укрепа я так полагаю немцы у немцев же тоже есть фокусы на укрепа если что в восточных территориях я может быть даже их найду восточный вал вот они решения построить укрепы так что скоро пойдет и смотрите-ка скоро будет еще один фокус них готов на фолблау даст им еще одни бафы и нужно быть снова переживать это как-то вот а здесь как вы можете заметить нас начали тоже душить очень причем солидно нужно это будет сейчас придумывать спали как же они сюда комититься ладно вот это мой я рад конечно что они сюда очень много ресурсов тратят а единственно что здесь нету то есть уже нету инженерного перка сборщик допу на я вообще здесь по форме ли только так но хотя бы так нормально хотя вот когда здесь прям танки идут тогда немножко страшно становится но держится вроде все равно у нас по нас также бомбят на здесь мы тоже удерживаем пока нету танков и станков конечно немцев особо шансов нету пробиться но танков у них хватает вопрос только где они их применяют ух пошел май пошел видимо дебафы спали хотя нет не спали просто они нажали кнопку и начали нас всему фронту душить и мы начали чувствовать где у нас фронт слабый видимо пошел второй этап там и сидим и терпим ступать уже в леса по-нормальному принципе это вообще вся афера была только ради того чтобы так что тоже мы переделаем сейчас чтобы окружение сделать уже не готова на в принципе это все больше даже не интересно еще одна тактика здесь мы бомбим собирают эти пункты посмотрим насколько нанесем нормально урон здесь и они прям реально находится очень близко здесь если мы их сломаем тут от ростова уже до сюда доходить нихрена не будет ну и ждем тоже очевидно поломаем ну и как бы нормально здесь конечно проблемы есть и причем большие нужно как можно быстрее тут теплой но я все жду последнего момента чтобы они не имели дебаф я думаю уже началась новая стадия войны уже некая снега сходит дебафы оттаивают скоро германия начнет еще одну стадию наступления но мы будем терпеть терпеть но надеюсь конце победим вот с вами ребят был доброй подписывайтесь если вы еще друг не подписаны лайки комментарии все как обычно и до скорых встреч пока